в этом году все будет намного проще тишина и красота обожаю этого дворца это Валерий Леонтьев приедет в ноябре, а он зал-то соберет? да ну я не думаю ну кто главы? а кто у нас главы? а вот я не знаю ты издеваешься, ты что реально хочешь? конечно, ты тут прощаешь все всегда знаешь что что-нибудь по-любому произойдет местами, да? Илья, привет! привет! Илья, что за внешнюю подготовку у нас и в каком мероприятии ты готовишься? ну вообще-то у меня сегодня концерт буквально через нескольких часов на сцене городского дворца культуры мой сольный концерт четвертый в этом городе это всего четыре сольных концерта было в Балаково, да? да, четыре ровно, вот это четвертый как настроен вообще? мандраж? да ну как сказать, да как всегда в принципе конечно уже полегче относительно да, в силу того, что в любом случае уже не первый концерт, волнение ну да, уже все, готовый ну в любом случае переживания остаются, потому что переживаешь за подготовку саму непосредственно чтобы каких-то форс-мажоров не произошло там на площадке уже непосредственно как мы однажды а твой стилис сейчас приготовил бриглу, я так понимаю, прическу не под оксимироном будет? нет, все, сейчас все убираем полностью меня побреют везде полностью и все, я поеду которые в отношении сейчас забьют то есть какие кардинальные изменения в этом соло-концерте сего как будут? ну я сомневаюсь, что действительно большие изменения будут, потому что судя из названия лучшее, да, я приготовил в нем ну абсолютно то, что за восемь лет в моей жизни здесь как мне показалось, больше всего понравилось зрителям ну и судя, мы постараемся с тобой пройти все вот эти круги которые мы используем вместе, да, я сразу приснил нашим зрителям, согласился на такой интересный формат значит, мы будем снимать полностью всю подготовку всю репетицию, мы, как видите, сейчас Илья находится в таком замечательном положении это будет вам очень дорого стоить цены мы обсудим и я думаю, что такого никто, конечно, никогда не делал и для всех в жизни год-плохо будет интересно как-то все-таки состоится и каких-то удобств стоит организовать такие вот сольные концерты а это окончательный образ, да, с которым мы предстоит? да, конечно вот перед самим непосредственно концентром кто вот такую кулаку совершает? форже-человек сейчас это утро, мы сейчас общаемся, а вот непосредственно перед самим выступлением за весь день наградитесь, это будет однозначно репетиция можно бы создать это вернуть изходное состояние да, оно сейчас так все сделается, что все будет на весь день, хватит мне потому что мы сейчас отсюда, я думаю, сразу поедем уже во дворец, потому что надо проверить, как проходит подготовка непосредственно я не доверяю никому эти вещи это очень ответственно чтобы никаких накладок не было мне надо все самому проконтролировать и потом уже будет видно раскоснулись темы твоего стиля какие вот еще изыски, может костюмы какие-то ну, я не знаю, лавра Киркорова там не дай мне тебе покоя что-то будет вот такое, прям яркое, блестящее ну, вот хороший вопрос, в силу того, что я в этом году очень думал в этом направлении так как, ну, я уже все перепробовал, все что можно было и думаю, что в этом году все будет намного проще ближе к народу то есть идем следуем тенденциям, сделаем народу, да? да, да а, ну все, я здесь, да ребят, ну за такую отличную стрижку спасибо моему стилисту Ирине Горячей а мы встречаемся в РДК ну что ж, ребят, мы прибыли в дворец культуры ждем нашу звезду сегодняшней передачи это Илья Быстров, я вам напомню вот, вижу, в принципе, и он как раз подходит Илья, приветствую ну, вот здрасте, мы ну, что у нас сегодня по плану, Илья? ну, по плану, как я и говорил, время столько времени? сейчас первую часть, двадцать пять первую все, значит, наша задача проверить как идет подготовка буквально через пять часов начинается наша программа поэтому нужно убедиться, что на сцене все готово музыканты приехали идет какое-то движение все готовы, все ждут, предвкушают мандражируют ну, без этого никак, обязательно так, что мы сдаем в поле не, не, ничего сейчас только не надо, потом садим тишина, красота обожаю когда у дворца никого нет спокойно вот здесь какая-то медитация концертная главное, чтобы эта тишина не оказалась тем, что здесь вовсе никого нет посторонний вход не спрещен на ум ну, сегодня можно только сегодня я побываю за кулисами здравствуйте, ребята я так понимаю они, походу, все это ставили ночью и поэтому их сейчас и нету да? ну, ладно, отлично главное, что привет главное, что музыканты уже подъезжают все настраивается все отлично привет как настроение? как? все задор? боевое боевое? так, ну, отлично я вот, кстати, первый раз вообще на сцене ну, вам, Илья Андреевич это как дом родной я вчера посчитал это мой шестой сольник шестой шестой я вообще сам удивился Илья Андреевич вам 54, я стесняюсь спросить 87 нет, такое ощущение вот Кобзон столько не устраивает да, да ну, я так понимаю там гримерка ну, там, это первая гримерка еще есть одна гримерка на втором этаже ну, она для звезд а на втором вы так или я так понимаю? нет, нет, я в нижней гримере а кто же допущен до вот этой вот вип до той самой Валерий Леонтьев приедет Валерий Леонтьев в ноябре а он зал-то соберет? да, ну, я не думаю ну, во-первых люди потратились уже на ваши билеты нужно откровенно сказать на Леонтьев не думаю, что организация может позволить собрать на Леонтьев в конце я себя почувствую алексей алексей посмотри вот этот крестик обязательно где падает пианино я так понимаю как в мультиках помните, да? для чего этот крестик? нет, Андрей ну, просвещаем просвещаем давайте, давайте он этот крестик вообще-то для хореографов обычно ставит неискушенных это центр центр сцен вот это же и должно чтобы если фокус сбился во время танца ну, а, вот он а, этот мозжечок заработал правильно отцентровался да, 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 да так что вот так так, ну, вот я не пойму вот здесь вот пульты где же вот такому молодому задорному на сцене скакать? ну, как нет сейчас еще сюда барабаны поставят ага здесь сейчас еще клавиши поставят здесь вообще не будет места белый рояль обязательно, да на котором я виртуозно играю, да? слежу, да? при открытии вот я так понимаю дым, да? в какой-то романтический момент эту сцену главное, чтобы это не огонь заполнив дым ну, без дыма обязательно дым обязательно эффект потому что без дыма не видно лучи в этом вся соль не знаю мне сложно рассказать по поводу всех этих эффектов непосредственно световых потому что этим занимаются операторы непосредственно света, звука они в этом больше разбираются моя задача только их попросить все это сделать хорошо и красиво и качественно но судей еще раз повторюсь потому что все уже стоит видимо они ночью не спали за это им большое спасибо сейчас у нас репетиции как, значит, солист у нас, значит, сходит со сцены в народ вот как это происходит я сейчас расскажу такой случай я не помню какое-то выступление я, значит, иду ну, здесь что здесь коробка здесь вот особенно осторожно туда можно провалиться там это яма была оркестровая я, значит, в этом в эйфории спрыгиваю да, спрыгиваю туда все иду по залу такой ну, теперь весь прошел а это что сейчас будет? это я а потом мне нужно вернуться обратно а там уже песни конец мне надо там закончить туда идти я уже и вот я вот этот я понимаю, что там мне как-то надо это я не знаю, если еще чуть-чуть ну, я прыгаю куда мне деваться да, вариант нет, я так вот прям на носочке представляешь, если бы я получается, да? да, ну, я кое-как ну, то есть этот джеки-чан, да? стайл да, это все было здорово ты не остаешься висеть на носках вот здесь да, 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 и захожу ну, я просто на секунду тебе представлю это паркур если бы я, да? у меня бы соскочил носок и я туда и его назад было бы красиво если бы было замедлено вот так балансировка назад и потом просто это было бы просто вот это вот мне кажется, хороший артист даже выкрутился с этой ситуацией я думаю, Илья Андреевич скрутил бы какой-нибудь двойной ирондатый фляг и, конечно, в итоге оказался вот на том кресте подъем с разгибом и я уже все Илья, ну, поскольку мы вот среди зрительского зала все-таки оказались ты расскажи, как твои ожидания какие по наполняемости залу? мне это всегда очень сложно предсказать потому что ну да, на статистике по билетам у тебя еще нет? я еще раз говорю сложно сказать в силу того, что у нас люди не приучены, что ли, заранее покупать билеты приходится в день концерта и, не знаю, что может быть доберут билеты до конца может быть больше того, что уже продано не продастся поэтому сложно сказать то есть наполняемый зал это все равно в любом случае твой рейтинг, правильно? в первую очередь почему мы говорим о деньгах это все дорогое удовольствие в плане вот ну, конечно, конечно никто не спорит свет, звук, музыканты это все понятно аренда в конечном итоге смолозла поэтому здесь вопрос не в том, что какие-то меркантильные ну, слава богу на сегодняшнюю минуту я как бы ну, в минус я точно не ухожу может быть даже что-то удастся заработать помимо того, чтобы принести радость людям получить само удовольствие от происходящего здесь самые крутые места это обычно вот эти скраюшки ну, чтобы никто там локоть не испачкал вот и обычно нет, наверное, где-то вот отсюда начинаются ну, кто в лавы а кто у нас в лавы сейчас? а вот я тебе я не знаю ты, наверное, Иван Васильевич ну, конечно а Сан Саныч? ну, Сан Саныч еще не успел войти к этому моменту когда я занимался этими делами поэтому ну, может он подарил Иван Васильевич передал передал с властью передал и вот он говорит и билеты ну, ты же уже видишь по прошедству концерта ты же есть какой-то кастяк песен понятно, классика, да? который ты поешь это и репертор Магомаева ну, да вот опять все за стереотип я вообще ни одной песни не пою это стереотип лучше Солнца Золотого не поешь? не, ну я ее пою но на концертах я ее ни разу не пел поэтому я сплакнул под эту песню лучше Солнца Золотого все, все перестает пошло, да? да, конечно все детство вот под что? под что народ зажигает? ну здесь как бы не секрет, да что в зрительном зале сегодня будут в основном люди которые выросли на песнях которые я использую с своим репертуарием очень любят люди абадзинского тем более после того как вышел фильм и даже молодежь много песен после фильма заинтересовалась творчеством да? ну вот поэтому как бы имеет свой вес и как бы людям очень нравится любая песня из того времени становится каким-то островком воспоминания обылом идем святая святые да ох ты ну она здесь конечно попроще на втором этаже все я думаю это не для таких больших нянь по звуку когда я спрыгивал со сцены здесь конечно во второй игроке да то есть если пожар значит все где место вот не знаю здесь придут когда музыканты соберутся все я не знаю я как перфекционист наверное да нет не обязательно ну здесь как юбочки появятся там я начну обыть нет да есть место вот здесь вот тут где-то стоит вот стул да потому что я забегаю когда там переодеваться здесь все на него сбрасывается там трусы ну это просто вот так летит подожди момент когда переодеваешь ты то есть не просто пиджаке я тут пример покажу как это ходит а когда ты обязательно снимем во время концерт а потом сравним совпадет ли это с реальностью это примерно так аааа я вот так эту проводить Сколько? Три минуты. Это максимум. Потому что это в случае, допустим, если мы делаем какую-то песню, то есть играть, то у меня есть три с половиной минуты. Если играет барабанчик, я почему делаю упор на барабанчик, то уже он может меня ждать. Он может играть столько, пока вдруг я упал, растянулся здесь, меня просто лёжа переодели и выкрыли туда. А он может всё это контролировать. Если идёт песня, как песню продлить? Никак не продлишь. Ещё соло зарядить на полчаса. Где будет то, что вам? Ну, судя по всему, здесь. Мы думали, где она будет, я предлагал в зале сесть, она говорит, нет, я не могу, мне нужно тебе помочь. Ну, конечно. То есть она будет за пулисами? Ну да, она будет взять тот момент, когда я говорю, да? Это тоже её не сомневно. Да, это, видимо, самый яркий будет момент во всей съёмке. Ты дома тренируешься, поёшь. Это регулярно. У тебя жена тоже великолепно поёт. Не тоже, а великолепно поёт. И, соответственно, допустим. Ну, я-то понятно, я там со своим медвежьим. Рёбом в душе иногда и, соответственно, порчу всем своим детям мировоззрение, ощущение их жизни. Ну, тем не менее, у вас это музыкальная семья. Ну, да. Мелкие-то когда начнёт петь? Ну, уже. Уже? Да, у него теперь, у меня, у меня, у меня мама Ира зовут. Он научился, она говорит, баба Ира. И он поёт теперь. Баба Ира, баба Ира. Да, он уже там уже был. Кстати, о голосе. Опять о голосе. Опять о голосе. Илья. Что? В этом году меня не пригласили. Не пригласили. Нет, я так думаю. Но 3-2 года есть долго. 3. 3, 3 года. То есть, какие результаты, скажи. Не все знают, что? Ну, понятно, не хочется там говорить о том, чего не свершилось. Ну, да, нет. У меня как бы совершенно не переживаю по этому поводу. Это в любом случае какой-то опыт, да? Звонит телефон, где здесь номер для. Здравствуй, мы хотим пригласить вас в столицу, да, на Первый канал, там коленки, с дрожащими коленками как-то прошёл это прослушивание. Кому не надо получать от тебя удовольствие? Нужно сделать так, чтобы они не перестали от тебя оценить, а получили удовольствие. А вот у нас наш дорогой гость. Пятый час, 10 минут пятого, мы снова вернулись в параллельную реальность. Дворец культуры, Илья весь в пикапе. А ты здесь смотри, как тебе встать, чтобы тебя не... Ребята, давайте я вас быстренько познакомлю. Витариста Артём Юленкова. Ну что, я не знаю, он у нас в коллективе совсем недавно, но думаю, что всё будет хорошо, справится, всё будет отлично. у него нет паспорта забрали. А это его супруга, как у нас тут семейный подряд. Я тут прохваливаю. У Полины Юленкова. Приятного аппетита. Поехали дальше. Время нету, время деньги. Артём Мельников, ой, Артём, прости, Илья Мельников, наш бас-гитарист. В общем, вот он уже почти что готов и готов. Как всегда готов. Да он всегда готов. Всё у нас в порядке. Ну, барабанщик, я не знаю, он ушёл, походу. Он обиделся. Барабанщик обиделся, ушёл. Да ну ничего, сейчас уже, всё, я-то уже готов, в принципе. Пойдём, с женой познакомишься. Один, два, три, эй. Да, не ходим. Да, Джон Мельников, 57, 33. Заблюем трусики. Ну ладно, чё, ну ладно. А то вот нет, нельзя вы забликнуть, это потому что я пиздик. А, кстати, можно сделать телесную предачу. А что он за китайские роботы? А я не знаю, это я. Это никакая, да? Нет. Он несёт символизм. Может, и несёт, я, не знаю, купил, потом... Ну, прикольно, может быть. Удачи, удачи и удачи. Спасибо. Всё, вставляем потом. Как же. Ничего не надо больше делать, да? Проблема будет решена. Ну, сейчас. Само собой. Но, с другой стороны, он не зрел, как бы, вот в этот такой... Возьмите. Так. Ты хорош, ну чё ты издеваешься? Ты чё, реально хочешь? Ты только... Ты тут прощает, всё. Прикинь, чё ты... Ну, ты же не призываешь кого-то выпивать. Салфяшки. Ну чё, ребят, готов, парень, ты переодевался? Всё, переодеваюсь. Секто в сборе. Не стесняюсь. Всем не смотреть. Как вы на меня смотрели, да? Пареньчик, оставайся. А, нет, журналист, тебе можно. Да, конечно. Это прожектор, который стоит. Ну, смотри, там у нас здесь, на первом этапе, на первом этапе. Есть, на первом этапе, на первом этапе, на первом этапе. Первый ряд свободен. Илья Андреевич, по блату, по блату всё это договариваешься? Ну, что ты же поможешь, свои люди. Да я сейчас заведу. Да заведём. А теперь мы сюда? То есть это юные поклонницы? Да, да, подрастающие поколения. Можно до начала появляться на сцене? Нет. Нет? Там же люди сидят. Настраиваешься? Да, просто смотрю, всё на месте. Вдруг я сейчас выйду, а всё это был мираж. Я просто с утра ходил, мне казалось, что здесь всё есть, а тебя здесь ничего нет. Да. Не приходит, не приходит. Вот сейчас самый такой момент, блин, его самый... Каждый раз так клёво переживать. Это всё так, блин, вот это внутри невероятно. Но при этом весь кайф этого делал. А вот дрожит всё, вот коленки, всё вот это вот после концерта или до или когда? Нет, ничего не дрожит. Вы? Адреналин не плещет? Нет, оно там, внутри где-то всё, там просто в башке. Просто понимаешь, вот ничего не должно сейчас. Однако, всегда знаешь, что что-нибудь по-любому произойдёт, он же не может ничего, косяка какого-нибудь не быть. Но тем не менее, ты веришь в то, что всё готово, ничего не может измениться. И как каким-то внутренним своей энергией ты держишь всё. Надо всё удержать. И всех людей, и аппарат. Вот это всё тебе в одном практически. Вы всё знаете. Вы всё учили. Мы всё проходили миллион раз. Поэтому, я думаю, теперь осталось только всё это показать. Получить удовольствие. Задать жару. Дать это, подарить это удовольствие людям. А через полтора часа мы просто поедем домой. Счастливые, довольные. И ждать следующего концерта в Больске через неделю. На руку. Вот так что вот так. Ну всё, давайте, как там делают. Давайте. Руку на руку. Руку на руку. Руку на руку. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В этом году, хоть я это не афишировал, но в этом году мне 25 лет исполнилось И этот концерт не что иное, как, ну если хотите, пусть он будет юбилеем Ну а что такое юбилей? Юбилей это определенная цифра, когда хочется подвести какой-то итог И именно из этих соображений я назвал этот концерт лучшее А лучшее что? Все то лучшее, что, ну на мой взгляд, а вы уж сами решайте, то, что я сделал за последние 8 лет Все те годы, которые я прожил в городе Балакова Ну что ж, лучшее сегодня для вас Я блюжу и слюк, ничего не имею, а я все блюжу, глаз не отвожу Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком Но о мире я молчу, даже с лучшим дружком Почему-то молчу, даже с лучшим дружком Сердце любит, но не скажет о любви своей Пусть любит и не знаю, любишь или нет Это лучше, чем, приснувшись, слышать нет в ответ А я боюсь услышать нет Пусть его среди зимы никто даже лето не вернет Вообще-то шаг, вообщем-то шаг Сегодня мы живем в зиме Но сейчас я вас оставляю наедине А я скоро вернусь И мы вот эти танцы обязательно продолжим Потому что там дальше еще что-то вообще Я хотел, чтобы Олег поиграл, ну ладно В январских снегах Заверзают рассветы На берег дорогах Голдует зима И холод зимы Убивает себя Охотится серий Чтоб все обратиться Все точно так он И так счастлив я Легкий ветер встреч Познакомил нас весной Нежный поцелуй Я попал в твои дети Ты мне сказала, может быть Не могу тебя забыть Я за ночь такой отдам Все на свете Ты уйдешь, но приходит злая ночь Ты ее признайся, ночь Что ты не ловешь со мной Что ты не ловешь со мной Что ты не ловешь со мной По-моему, единственное Давайте, давайте Ну вот и все Вот так закончится концерт Обычно все это пролетает Как один Я не знаю, как для зрителей в зале Для меня это всегда пролетает Как, ну не знаю Концерт идет полтора часа А я ощущаю это все Примерно минут 15 Сейчас домой Отдыхать А через неделю Второй концерт в Ольске Поэтому А там все по-новому Все то же самое И так каждый раз Вот такая новость